утро страны на телерадиоканале страна ура 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 даша победила пробки даже приехала к нам доброе утро как началось у тебя это утро как ты там вообще прекрасно ехала в пробках и в принципе после сегодняшней поездки и у нас в киеве нету еще когда стоят пробках можно купить кофе люди ходят и продают кофе это целый бизнес принципе можно привести эту идею хорошие хорошие диксы туда мы все начнем по-человечески нормально кто к нам только что подключился итак друзья прямо сейчас внимание смотрите и слушайте страной fm потому что у нас в студии долгожданный гость напротив нас очаровательна прекрасная даша суворова встречайте певица автор и исполнитель поэтесса талантливейшая совершенно даже вот я говорю была такая дивная ментаморфоза начали мы с клипа до утра что сначала когда только появился воспринимали тебя как хип-хоп исполнительница а потом выяснилось что ты намного глубже то есть такой серьезный автор умной музыки как тебе было то есть ты понимала когда ты заходила через хип-хоп песню что возможно ты какой-то стереотип на себя привлечешь я даже если честно сейчас не понимаю что это хип-хоп песни потому что мое восприятие с людьми но разное и мне оказалось и кажется до сих пор что конечно эту песню нельзя назвать идентифицировать как хип-хоп музыку потому что это просто стихи под музыку понимаешь мы пришли в студию и с моим другом набили битло я прочитала эти стихи и получились получилась такая песня я спела припев поэтому для меня до сих пор это оказывается какой-то новостью я с этим совсем не согласна что эта песня имеет какое-то отношение то есть ты не из тех музыкантов которые говорят я поп исполнит я рок исполнитель я рэп я просто делаю хорошую музыку которая мне нравится правда же но скорее да это твоя друзья совсем скоро буквально через полчасика у нас премьера песни премьера замечательного клипа который может быть первые посмотрите может быть еще не видели называется песня черешни все это мы увидим и слышим на стороне fm совсем скоро даша суворову еще раз напомню рядом с нами ваши вопросы оставляйте в контакте они кстати даша уже есть чуть позже мы к ним вернемся и друзья вернемся к вам будьте пожалуйста здесь она любила кофе в обед и по утрам ее вкусный омлет она любила жить без проблем меня манила красотой колен работа 24 часа и добивается всего сама она хитрая словно леса меня манили ее глаза меня манили ее губы я ее встретил и замер меня манили ее руки до скорой встречи глазами о боже мама мама я схожу с ума ее улыбка мама кругом голова о боже мама мама пьяный без вина ее улыбка мама моя самая о боже мама мама я схожу с ума ее улыбка мама кругом голова о боже мама мама пьяный без вина ее улыбка мама кружила в танце со мной до утра что все соседи сходили с ума что будет дальше в голове рисую меня так манят ее поцелуи меня манили ее губы меня манили ее губы я ее встретил и замер меня манили ее руки до скорой встречи глазами о боже мама мама я схожу с ума ее улыбка мама кругом голова о боже мама мама пьяный без вина ее улыбка мама моя самая о боже мама мама я схожу с ума ее улыбка мама кругом голова О боже, мама, мама, пьяный без длина Ее улыбка, мама О боже, мама, мама, я схожу с ума Ее улыбка, мама Кругом голова О боже, мама, мама, пьяный без длина Ее улыбка, мама Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ Продолжаем встречать бодрое утро вместе с Дашей Суворовой Даша у нас лучезарная, она прикольная такая, да? Говорят, что у вас за пробки такие? Даша, спасибо еще раз, что пришла Слушай, мы вот о чем хотели поговорить с тобой В прошлом, поскольку сегодня День международной защиты детей Мы говорили весь час, предыдущий о детстве, о мечтах детей, естественно Вот насколько ты хорошо помнишь свое детство, скажи, пожалуйста Потому что есть люди, которые вообще не помнят Или говорят, такое детство было, что вспоминать не хочу Я помню, конечно, свое детство Ярко очень Какие занятия у тебя были любимые? Я любила музыку всегда, с самого детства Все, что связано с ней Она приходила в разных... Не, ну это само собой Покурить за гаражами Ух ты, в детстве Вчера был день отказа Мне кажется, все это делали, но... Все через это проходили Слушай, а ты была вот таким домашним ребенком? Ну, сейчас глупость спросила Загаражали Понятно, что уже нет Или таким активным человеком? Нет, ну я сутками ходила за гаражи И пробовала там какие-то первые сигареты Я была домашним ребенком Мне так же нравилось из хорошего читать Вот, вот это хорошая тема Закрываться в своей комнате Читать литературу Ну не знаю, у меня, допустим Я когда познакомилась с творчеством Владимира Семеновича Высоцкого Мне вообще перестало быть интересным ходить Все остальное Ну да, какая-то ночная жизнь в клубах меня никогда не привлекала Слушай, Даша, можешь чуть поближе к микрофончику, чтобы у тебя лучше было слышно Давай, я же пододвинываю Я не могу так Отлично У нас просто была немножко сегодня уже тема про детей Мы говорили о том, о чем мечтала в детстве Вот ты в детстве прям мечтала быть певицей, мечтала быть композитором Или не знаю Нет, ну я точно не мечтала о таком Не о композиторстве, не о пении Но я занималась с самого детства танцами И хотела поступить в хореографическое училище Балериной хотела быть? Ну сначала да Хотела быть балериной Поскольку я занималась балетом Потом начала заниматься спортивными, бальными танцами Ездить на соревнования, танцевать в латиноамериканскую программу Классно А потом я услышала Слушай, а мне кажется, это же, наверное, какая-то детская мечта, да? У тебя реализовалась в клипе на песню «Черешня» Ведь там на пуантах все происходит Да? Это оттуда вот зашло все? Ну да По старой памяти какой-то? Спустя 15 лет стала в первый раз на пуантах Как ощущения-то там на пуантах? Ну слушай, я уже не помню, что я думала именно в тот момент Мне кажется, что это нецензурное, потому что как так можно стоять? Слушай, ну а если говорить о клипе, мы потом к нему вернемся позже, просто интересно А ты довольна? Получилось то, что ты хотела? У меня вообще так не бывает Ни с музыкой, ни с видео В смысле, ты всегда недовольна, да? Даже не так Я не знаю, что нужно сделать, чтобы получилось то, что я хотела Все происходит в процессе Я влюблена, когда я пишу песню Я влюблена, когда мы снимаем это Когда это уже происходит, ты вроде как бы и остываешь к этому Знаешь? Ну какая-то влюбчивая и остывающая натура Ну у меня с песней для соотношения ровно вот столько, сколько я ее пишу Ой, даже мы продолжим совсем скоро Друзья, разговор у нас будет сегодня интереснейший и глубокий Сейчас еще одна твоя песня Спичка Живали жвачки, курили по пачке Носили футболки, одеты с иголки Гуляли с собакой и ездили в Краков На выходные становились чужие Она не носила вечерние платья А он говорил, ну одень каблуки В кроссовках ложилась читать на кровати Выносила ему плавно мозги Эта любовь была подобна спичкам Ты для него оказалась привычкой Эта любовь была подобна спичкам Ты для него оказалась привычкой Була Дарил ей подарки, стояли под аркой Задернуты шторы, неделями ссоры Катались в апреле на карусели, На выходные становились чужие. Она говорила ему, что однажды Захочет белое платье носить. Читали стихи и рвали одежды, Умела она только мозг выносить. Эта любовь была подобна спичкам, Ты для него оказалась привычкой. Эта любовь была подобна спичкам, Ты для него оказалась привычкой. Эта любовь была подобна спичкам, Ты для него оказалась привычкой. Эта любовь была подобна спичкам, Эта любовь была подобна спичкам, Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ Это телерадиоканал Страна.ФМ, Валерий Майоров, Влад Кутузов и в гостях у нас Даша Суборова. Даша Суборова. Привет, еще раз доброе утро. Даша, посыпались вопросы от слушателей и зрителей. Давай с них начнем, вернее продолжим. Всех с добрым утром. Даша, с приездом в этот прекрасный город, небо в Москве и правда всегда красивое. Скажи, пожалуйста, когда планируются концерты в России, конкретно в Москве, в какой период, хотя бы примерно? Я думаю, что для всех своих поклонников я сыграю в 16 тонах в самое ближайшее время. Ну, это начале лета. Да, скорее всего так. А лето уже началось. Ну, все очень просто, друзья, следите за афишами и там обязательно все будет, конечно, за анонсами и так далее. Даша, насколько я знаю, прям вот секундочку, осенью ведь альбом у тебя будет новый. Да. Не совсем поняла, вот читаю, что уже прошла презентация в Киеве, то есть на… Нет, 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 презентации не было еще. Презентация была видеоработой и песней «Черешни». Ну, тогда давай разделим на две части этот вопрос. Давай про новый альбом. Чего ждать своим поклонникам? Ну, ты знаешь, лучше о музыке не говорить, а слушать ее. Поэтому давайте дождемся и я всех познакомлю с этими песнями. А они, конечно же, о любви. Конечно же. О чем еще? Тогда вопрос, дурацкие слова административного характера. Слушай, альбом сам целиком готов уже, он сведен, все, он же есть. То есть дату релиза осталось дождаться и все. Да. Ну, отлично. Будем ждать. Слушайте, я просто хотела все-таки про презентацию клипа «Черешни» в Киеве поговорить, потому что там был настоящий перец. То есть Даша там стояла с распущенными волосами, в длинном платье, вокруг были розы, там как-то феерично, драматично падал свет, и ты читала стихи. Угу. Как вообще пришла эта идея? Ну, то есть это же настоящий спектакль получился. Ну, это совсем не спектакль. Это вообще уже давным-давно существует и придуманы для нас некие квартирники. И просто это было не на крыше какого-то дома художника, а в картинной галерее. Угу. Пришли творческие ребята и просто стихи, музыка и премьера видеоработы. А не планируешь ты в Москве повторить то же самое? Возможно. Мне кажется, очень круто было. В общем, отлично. Лето, тем сам Бог велел. Ну, и какой-нибудь крыше опять же тут можно. Которых много, между прочим, мест хороших. Еще один вопрос Катерина пишет. Передайте привет, пожалуйста, Даше. Даша, привет тебе от Катерины. Спасибо. Вопрос у нее. Что тебя натолкнуло вообще вот давно уже когда-то заниматься музыкой? Ну, Даша ответил, кстати, на этот вопрос. Встреча с Высоцким, да, наверное? Ну, слава богу, мы лично не встречались. Ну, я имею в виду, да, творчески, конечно. Ну, скорее, да. Да, но, наверное, услышав рок-музыку, я сошла окончательно с ума. А во что конкретно, слушай, интересно? Кого конкретно? Да, да, да. Группу кино. Группу кино? Да. Да, да, да. То есть вот Сой был той точкой отсчета, после которого ты... Черный альбом. Черный альбом? То есть ты же даже записала одну песню, да, кавер? Да, «Спокойная ночь». И в Киеве есть стена, посвященная этому поэту, музыканту, на улице Крушевского, подобная той, которая находится на арбате. Вот так же, как у нас на старом арбате. И ты стала инициатором постановки этой стены, правильно? Вот видишь? Круто. Друзья, Даша Суру у нас в студии, сейчас небольшой перерыв. И впереди у нас большая премьера видеоклипа на песню «Черешня». Мы обязательно все это увидим и услышим. Будьте, пожалуйста, здесь. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знал, о ком я молчу. Но о нем говорить мама просто не хочу. Переодеваются дома в городе весна. Слезы холода на провода. Перебуганные души перепрыгивают лужи. И спешат кто куда. Ты промокла до нитки, открываешь знакомую дверцу. Тебе некуда деться, хранишь тайну под сердцем. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знал, о ком я молчу. Но о нем говорить мама просто не хочу. Как часто в жизни бывает, мы вырастаем, а потом прибегаем. В тот дом, в который нас любят. Где нас обнимут и никто не осудит. И только той за окном, он пацантов ищет твой дом. Все расскажешь потом. Ему бы согреться. Он тоже знает про тайну под сердцем. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа, хорошо. О, мама. О, мама, если б ты знал, о ком я молчу. Но о нем говорить мама просто не хочу. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа, хорошо. О, мама. О, мама, если б ты знал, о ком я молчу. Но о нём говорить мама просто не хочу Люди хранят тайны, это не случайно Приходить в отчаянии туда, где всегда ты был любим Да, люди хранят тайны, и как бы ни банально Это не звучало, ты бежишь её открыть Самый братный ему О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней о чём-то неважном Папа, хорошо О, мама, если б ты знал о ком, я молчу Но о нём говорить мама просто не хочу О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней о чём-то неважном Папа, хорошо О, мама, если б ты знал о ком, я молчу Но о нём говорить Ну, мы просто не хочу Утро страны На телерадиоканале «Страна.ФМ» Может прекратиться? Ничего не прекращается, всё только продолжается У нас просто мы секретничали вне эфира Как обычно, за эфиром разговора ещё те происходят Даша Суворова на студии, друзья Даша, ещё один вопросик пришёл Анастасия спрашивает, с каких лет ты начала петь и сочинять песни вообще? И когда вот был тот самый момент когда ты решила, что да, я хочу, чтобы кроме меня это ещё кто-то услышал В 15 лет я начала писать стихи Если это можно так назвать Я думаю, можно вполне Но это только поэзия, да? Без музыки была у тебя вначале? Или ты сразу как-то оформляла всё это? Да, я оформляла сразу Музыкально Ну вот смотри, написала ты, допустим, в 15 лет первую песню Кому ты её показала? Какие были отзывы? Ну, я всё показывала маме Мы очень близки с ней Я приходила на кухню И читала свои откровения А мама как? Ну, по-разному было, ты знаешь Иногда она хватала за голову и говорила О чём ты думаешь, Даша? У меня мама всегда находится в плюсе, в похвале А папа у меня бывший военный Поэтому как-то я сильно не была поощрена Но вот сейчас мама тобой гордится? Ну, я не знаю Мне сложно сказать Я очень переживаю, когда они приходят на концерт Потому что я думаю за комбики, за музыкантов Чтобы ничего не сломалось Чтобы гитарист не выносил мне мозг Так вот Гитаристы, выносящие мозг Это есть такое Вы как музыканты поняли Есть такое явление в жизни А мне кажется, что гитаристы Они всегда красавчики А потом барабанщики Всё нормально Это они сначала красавчики Ну ладно Даша, скажи, пожалуйста Ты ведь человек, который пишет Когда есть что-то внутри Ты же не садишься В смысле Блин, давно не было песен Надо что-то написать Нет, такого не бывало Это всегда личные переживания какие-то, да? Которые происходят с тобой Ну, ты знаешь, не всегда Вообще это сложно отследить Просто есть настроение Если тебе хочется, ты это делаешь Если нет Просто идёшь и гуляешь в парке А потом происходит тот самый момент Когда вот оттуда из космоса приходят к тебе И опа Я не знаю, откуда он приходит, честно Я до сих пор не знаю Никто не знает Это большая загадка природы Седьмой Так интересно, да? Что вот Даша Она прям вот как-то не зацитлена на этом процессе Она просто живёт И просто творит, когда вот есть состояние Да потому что это круто Это единственный правильный вариант Даш, у нас через минутку буквально Премьера песни, премьера клипа «Черешни» Пару слов давай о нём Снимали в Киеве его уже, да? Снимали в Киеве Режиссёром стала Девушка, женщина Алина Дианова Которая сняла эту видеоработу Которая находится рядом совсем здесь Вот недалеко Работа красивая Было интересно Очень снимали мы в заброшенной больнице Нереально красивая локация Так, немножко в ретро-стиле, да? Слушай, ну я не знаю в каком Может быть Лера, мы просто сегодня говорим Мы же не говорим о стиле Нужно посмотреть Мы говорим о жизни О восприятии, о чувстве Послушать песню И, наверное, скорее всего После проанализировать Но, опять же, не мне Потому что У меня нету никакого анализа об этом Вот, друзья, прямо сейчас Настоит тут уникальный И долгожданный момент Когда мы услышим песню И увидим тот самый клип О котором мы прямо сейчас говорили О котором только что рассказывала Даша Сурова Если у вас будут вопросы для анализа То пишите их Да, прямо сейчас Премьера на стране FM Даже суворовой песней Клип «Черешни» Давайте слушать и смотреть Давайте Ты ела черешни А я громко смеялась И умывалась В душе по утрам Ты ела черешни А я ими плевалась И долго стеснялась Идя за тобой по пятам Порванные колготки А мы такие грубые Зачем, 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 чем все сладкие Мы ехали ночью, а ты плакала очей И старые баржи И старые баржи И старые баржи Срывала с якорей Пластинки земфиры И много зефира Мы долго сжигали В этом месте Поставила точку Черешни сладкие А мы такие грубые Зачем, зачем 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 Черешни сладкие Черешни сладкие А мы такие грубые Зачем, зачем Черешни сладкие А мы такие грубые Зачем, зачем 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 Утро страны На телерадиоканале Страна.ФС Слушайте, ну клип в восторге Я в восторге, Даш Потому что Да Прекрасная Девушка Алина Дианова Режиссер Просняла Эту Работу Слушай, она не просто сняла Она прочувствовала Мне кажется, все ноты, все стихи с тобой Надеюсь, знаешь, есть бессмертные Песни, таких много Написал Солист группы Наверное, вы знаете Бумбокс? Нет? Ну, он, наверное, тоже, я не знаю Но для меня, конечно, Меркурий Бессмертный музыкант Он оставил после себя много песен Влад очень любит И я бы хотела, чтобы Такие работы, несущие Какую-то Что ли, ясность и надежду На искусство оставались тоже Я думаю Что эта работа останется Слушай, ну я хочу сказать, что, наверное, некое исполнение Твоей мечты, потому что ты продемонстрировала Потрясающую пластику То есть ты настоящая балерина Ну, я не знаю, уже прошло много лет А движения остались? Когда мы пришли в балетную школу То Эльвина Георгиевна Сказала мне, что Ужасная осанка Она меня, наверное, вообще побила бы Ну, это незаметно, кстати говоря Даш, есть еще вопрос к тебе Вопрос к Дашу Пишет Ирина Сколько времени у тебя остается на отдых? Остается ли вообще на себя лично? И как планируешь провести лето? Такие простые вопросы, но неинтересные люди Ну, лето, я не знаю Как я буду его проводить, пока не знаю Но у тебя только музыкальные дела, только работа Или все-таки ты куда-то полетишь? Там море и так далее Техлые страны Нет, я полечу Слушайте, а можно я клип еще вернусь? Ну, пожалуйста Я вот так смотрела Такие интересные локации Да, вот Даша сама сказала Моя любимая локация, где черно-белый пол Сверху, потрясающий кадр Там история любовного треугольника Я правильно поняла? Ну, ты знаешь, скорее Я не знаю, потому что Я за музыкальную часть отвечала И скорее это о тех мечтах Которые не сбылись у людей Понимаешь? Я хотела стать балериной И не стала Первый герой, который был с фотоаппаратом Он хотел снимать Но в ряд каких-то причин Не стал снимать Даня, мой друг И это действительно правда Он очень один из самых ведущих у нас в стране Парикмахеров, стилистов по волосам Но он очень любит инструмент И куда он не пришел бы на съемку Он все время садится и начинает играть Пианист Да, поэтому Как бы режиссер знала Все эти маячки О каждом И подследила Поэтому так блестяще все это выглядело Слушай, знаешь, я вот второй раз посмотрел Потому что посмотрел до эфира еще Не знаешь, что ценно в этом клипе Мало того, что круто это Ну, реально круто сделано, правда Это тот нечастый случай Когда реально тебе дается какое-то настроение И тебя им припечатывает И это остается надолго еще Припечатывает хорошее В хорошем смысле это условие, безусловно Погружает в атмосферу Мне кажется, самое главное И это есть реально у тебя просто Это реально круто Спасибо На этом нам придется К большому сожалению закончить Потому что время бежит, как обычно Быстрее, чем хотелось бы Ну, прям буквально, Даша 10-15 секунд Что хочешь сказать своим российским поклонникам? Что я их очень сильно люблю И жду встречи И желаю всем Любить друг друга По-настоящему Не теряться Не теряться, это важно И исполнять свои мечты Да Даша, спасибо тебе огромное, что пришла Спасибо за клип Спасибо большое За твои песни, которые были Есть и еще будут Спасибо Вы в этом уверены Даша Суворова, друзья Была у нас в студии Страны ФМ А мы прощаемся с вами До завтра, до утра Пока-пока, счастливо Пока, счастливо Субтитры сделал DimaTorzok